Воспитание детей Царство Божие в простоте, в праведности, в правде. Как сказано, ищите прежде Царство Божие и правды Его, тогда все приложится вам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Мы увлекаемся материальными благами мира сего, забывая, что нужно искать той правды, то есть праведности, в которой мы все предназначены жить. Правда – это Слово Божие. По правде Божией мы были предназначены жить по образу Божьему и достигать богоподобности. Свято жить – вот наша правда. Горе, когда вот этого образца-то нет, когда с детства многие лишены этого благодатного воздействия таинств церковных и Слова Божия. И вот тогда дети жадно хватают любую информацию, часто негативную. Они сидят с открытыми ртами и глазенками своими, смотрят в телевизор. И что там им не преподносят? Они все глотают, не пережевывая, можно сказать. Весь ужас в этом. Поначалу мы смотрим на деток, как на гениев. У них просто феноменальная память. Они помнят по именам каких-то артистов, прыгунов, скакунов, боксеров. А потом проходит время и смотришь. В 12-13 лет эти же гениальные дети не могут часто даже выразить свою мысль, потому что привыкли мыслить вот так, целыми картинками, как в телевизоре. Встроено уже с детства. Не могут даже правильно построить фразу или самостоятельно сочинение написать. Не могут, потому что из детей вытравливается способность думать. У нас в школе, я еще захватил, был так называемый устный счет, когда учитель приходил в класс и говорил, «Ну, дети, поупражняемся. Кто из вас как умеет считать? Вот столько и столько. Сколько будет? Ты скажи. Теперь ты скажи. А сейчас люди совершенно бездумны. Чего мне считать? Зачем? За меня компьютер все сосчитает. Считать уже не могут. Читать не хотят. Ужас какой-то». Когда в храм приходят родители с детьми, за ручонку ведут мальчика или девочку, я думаю, счастливые все-таки эти дети, которых папа и мамы приводят в храм. И всегда спрашиваю, причащаете вы их? И все время советую, конечно, чтобы как можно чаще причащались, пока они еще в таком нежном возрасте. Важно ведь заложить в душу основу святую. Потом она будет искушаться. Будут всякие соблазны, но основа у нее уже будет твердая, благодатная. И нужно как можно дольше тянуть мальчика, девочку, в лоно церкви, чтобы они укреплялись в этой благодати, в Слове Божьем, как можно дольше. Счастливы те дети, которые озвучены Евангельским Словом, Словом Христовым. Они уже будут знать, как должно жить. А тогда, даже если и будут мимолетные какие-то гнусные впечатления, то они все-таки будут отсеиваться, потому что уже образец дан. Все остальное будет сравниваться с этим евангельским образцом. Младенцы, отроки должны расти в атмосфере благодатной. О воспитании детей батюшка говорит в своих работах, прикосновении любви, о промысле Божьем, православный взгляд на творчество, мысли христианина о браке, о страстях и борьбе с ними. И какие же жалкие те родители, которые сами с детских лет не знают церкви и детей туда не приводят. Пустите детей, Христос сказал, приходить ко мне. Таковых есть Царствие Божие. Евангелие от Марка, глава 10, стих 14. Батюшка, сейчас много споров, крестить ли младенцев или дать им право самим сделать выбор, когда вырастут. Крестить нужно именно с младенческих лет и как можно чаще причащать ребенка. Счастливы те родители, которые водят их в храм и часто причащают, когда мама или папа приносят их еще на руках своих. Нужно заложить вот этот фундамент святости в душу еще младенческую. Тогда она будет более устойчиво стоять против всех соблазнов, которые будут приходить и будут преподносить ей плоть и мир и дьявол. Надо укрепить эту душу в том, чтобы она по Божьей жила и в благодати была, как говорят святые отцы. Большое влияние имеет на детей частое ношение в церковь, прикладывание к Святому Кресту, Евангелию, иконам, накрывание воздухами, также и дома, частое поднесение под иконы, частое осенение крестным знаменем, окропление святою водою, курение ладаном, осенение крестом колыбели, пища и всего прикасающегося к ним, благословение священника, приношение в домы икон из церкви и молебны. Вообще, все церковное чудным образом возгревает и питает благодатную жизнь дитяти, и всегда есть самое безопасное и непроницаемая ограда от покушения невидимых темных сил, которые всюду готовы проникнуть в развивающуюся только душу, чтобы своим дыханием заразить ее. Святитель Феофан Затворник. Путь ко спасению. Потом будет разбираться серьезно в вопросах веры, когда станет взрослее. Вот представьте себе, вас крестили в детстве, младенцем, и вы очистились от греховной скверности. Теперь у вас накапливается только та грязь собственной греховной жизни, которой вы пачкаете свою душу. И если вы в течение жизни не раскаиваетесь, не приходите в церковь, не приносите покаяния, не соединяетесь со Христом, который всякий раз нас очищает, то сами понимаете, какая скверность у вас в душе накапливается. Но она часто вам незаметна. Представьте себе семью, в которой родители, пусть даже крещеные, но у них дети не крещеные. Детей не покрестили, так и живут без Бога. Что они имеют от этих родителей, которые не приводят их ко Христу? Что будет у этих детей святого? У них будет только накапливаться эта же грязь в душе. Вот почему Христос нам и говорит «Я – путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Нам нужно именно вступить на этот путь, на путь христоподражательной жизни, потому что только через Христа мы можем приходить к Отцу Небесному. В нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 5. Мы, священники, знаем и другое. Вот только что покрестили младенца, с него снято все греховное, которое унаследовано. Но если родители сами бесчинные, а потом мы начинаем детей причащать, вы посмотрите, какую они дикую сцену часто показывают. Их воротят, они мотаются, извиваются, прямо орут, не знают, что вытворяют, не хотят принимать причастие. Они бесовщиной заряжены уже, трудно бывает их причастить. Вот эти младенцы – это праздничные, постовые, запретные дети, то есть родители не имели права на сожительство и пошли на это вопреки запрету. Не забывайте, что дети являются свидетелями беззакония своих родителей. Нам еще в Ветхом Завете сказано, что до третьего рода будет наказание. Больше того, дети блуда не имели права входить в скинию ни при каких обстоятельствах. Словом Евангелия, словом Священного Писания нужно насыщать детей с младенческого возраста. Они еще ничего не понимают с нашей точки зрения, но, будучи чистыми душою, они усваивают эту чистоту, которая содержится в Слове Божьем. Поэтому нужно, чтобы дети озвучены были этим благодатным Словом Божьим, несущим Духа жизни. Это очень важно. Мне очень нравится. Верочка рассказала, что была в храме и присутствовала при том, как одна прихожанка обратилась к священнику. «Скажите, вот моему ребенку уже четыре года. Когда нужно начинать учить его молитвам и читать Евангелие? Не рано ли сейчас будет?» Он ей ответил очень мудро. «Опоздала как раз на четыре года». То есть с самого раннего возраста нужно, чтобы имя Божие звучало, чтобы мамочка молитву вслух творила, чтобы читалось Евангелие. Оно будет освещать вот эти молодые поросли. И это очень важно. Значит, с младенчества нужно просвещать душу чтением Евангелия. Потому что Слово Божие, как несущее Духа жизни, никогда никакого отрицательного воздействия не может дать, а наоборот, будет только укреплять в том праведном, святом направлении, в котором предназначено жить каждому человеку. Мы призваны ведь к святости. Не к нечистоте, а к святости. «Будьте святы, как свят я, Господь Бог ваш», сказано еще в Ветхом Завете через пророка Моисея. Левит, глава 20, стих 7, глава 19, стих 2. И вот это идеал наш, который должен предстоять перед нашим сознанием всегда. А если вы насытите душу нечистью какой-то, злобой, ненавистью, если ребенок в семье лишен ласки, любви в течение первых четырех лет, то бывает очень трудно потом восполнить это. Он на всю жизнь остается человеком жестоким. У нас есть примеры. Дитя, воспитанное, скажем, обезьяной шимпанзе. Помните, Маугли? Мы все читали? Это все есть на самом деле. Есть дитя, выросшее среди антилоп и даже волчьей стая. И когда ребенка уже в 8-летнем возрасте отобрали из волчьей стаи, так он никак не мог привыкнуть ходить на двух ногах и одеваться. Он срывал с себя одежду и все рвал только зубами, все волчьи повадки усвоил. Ученые ставили вопрос, сумеет ли он освоить хотя бы речь, потому что привык рычать. Еще неизвестно. Батюшка, а Дух Божий остался в нем? Он же Сын Человеческий? Да. В этом радость и надежда вся, потому что человек создан по образу Божьему. Надо думать, что остался в нем Дух Божий. Вот вы вдумайтесь, какое же благо сделал Господь, что удостоил нас жизни в своем величественном образе, наделив нас самым высоким талантом, талантом любви. И поэтому мы, как носители образа Божьего, получившие божественные черты любви, истины, добра, святости, должны и вокруг себя их распространять. Промысел Божий так сделал, чтобы мы не видели бесов. По учению святых отцов, если бы человеку в яве предстояли все время бесы, то они так застращали бы его, что он выносить их не мог и был бы просто психически больным от страха. Поэтому Господь не попускает бесом являться человеку. Бесы не могут являться к человеку. Если у вас есть ребенок, святая душа, около него можно безопасно находиться, потому что к нему уже не может приблизиться эта нечисть, поскольку святость младенца отпугивает их. Никакая тьма не может быть в присутствии света. Она исчезает просто. И поэтому нам нужно ценить возможность общаться с детишками и молиться с ними. Это великое счастье, когда вы в семейном кружке, допустим, вечером собрались и едиными устами помолились. Богородица, Дева, радуйся, Отче наш. Прочитали главы из Евангелия, сколько можно. Это великое счастье. Христос посреди вас. Если вы собраны, говорит Христос, во имя Мое, там Я посреди вас. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Как нужно ценить эту совместную молитву? Во имя Мое. Что значит? Какое имя у Христа? Спаситель, он же есть истина. Значит, если мы во имя спасения души собрались, чтобы разрешить какой-то вопрос, прийти к истине, значит и Христос с нами. Вот мы сейчас разговариваем, и он стоит где-то здесь, среди нас и смотрит. Батюшка, а можно ли шлепать детей? Мы шлепаем малышей до известного возраста, потому что у них нет сознания. А как только его ударили, он чувствует, что это больно, значит, не надо делать то, за что бьют. А когда человек достигает того возраста, когда сознание побеждает, у евреев, например, это был 12-летний возраст, тогда уже родители невластны бить, они должны ему разъяснять словами, потому что ребенок уже должен соображать, что можно и что нельзя. Батюшка, дочь говорит, мне уже 19 лет, но почему я тебя должна слушать? А вы говорите, ты пойми, дуреха такая, ведь проклятие Божие над тобой, ты прямую заповедь нарушаешь, чти отца твоего и матерь твою, неужели ты думаешь обрести счастье в мире, если над тобой висит проклятие Божие, и ты надеешься быть счастливой? Почему я и говорю вот таким самостоятельным молодым, живи христианской жизнью и все, никуда ни одного шага без благословения папы и мамы, и не надо искать где-то, как будто только вот там-то можно благодать найти, скажем, на Соловках или на Валааме, или в Иерусалиме, или еще где-то. В каждом храме есть полнота благодати у престола Божьего. Чего еще нужно? Не позволяйте ей никуда ездить, пока она не будет вас слушать. Господь смирял евреев тяжкими работами. Не хотели славить Бога добровольно в хороших условиях, когда жили на свободе. Тогда Господь послал им, чтобы они в плену находились и служили тем, кто враждебно к ним относится. Ну, вот это рецепт общий для всех нас во все времена. Как только восстаем против Бога, что может быть хорошего? Вы, опытные христиане, знаете, и библейские тексты, многое изучение святых отцов, которые этот вопрос, конечно, не обходили молчанием. Субтитры создавал DimaTorzok